Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если вы решились предпринять выезд за город, вы должны четко продумать маршрут, оценить риски, проверить техническое состояние автомобиля, полностью заправить его топливом, взять с собой запас теплых вещей, теплый чай, горячий чай с термосом, продукты питания. Подробнее о том, как жители края выживают в морозы, расскажем в вечернем выпуске новостей. С сегодняшнего дня жители Барнаула смогут рассчитываться в общественном транспорте банковской картой. Пока эта услуга будет доступна только пассажирам троллейбусов и трамваев. К концу месяца платить за проезд таким способом, возможно, будут и в автобусах. Тариф соответствует плате за наличный расчет. Неважно клиентам, какого банка является пассажир, главное, чтобы карта поддерживала функцию бесконтактной оплаты. Кстати, пейчанам эта услуга доступна уже полтора года. Продолжим. Два человека пропали в крае в конце декабря, пять с начала нового года. Их до сих пор не нашли. Мы попытались разобраться, с чем может быть связано исчезновение людей и как это предотвратить. Анастасия Торская из Рубцовска сейчас находится дома. Но недавно добровольцы и полиция по всему краю занимались ее поиском. Сейчас ищут парней постарше. Андрея Козазаева и Илью Албатовского. Обоим по 18. В основном, если ситуация не носит криминальный характер, поводом исчезновения становится самовольный уход из дома. Мы начинаем выяснять о том, что родители абсолютно не знают своего ребенка. Не знают его круг общения, не знают интересы, не знают, чем он увлекается, с кем общается, где гуляет. Причиной могут стать банальные семейные конфликты и недопонимания. Предотвратить их можно, если родители будут прислушиваться к своим детям, говорят психологи. А те, в свою очередь, полагаться на их поддержку. Ребенок протестует против каких-то семейных моментов. Или в том, что он боится потревожить родителей, боится их огорчить, боится наказания, боится последствий каких-то своих поступков. Первый пропавший из тех, кого до сих пор не нашли, 35-летний Алексей Рябцев из Новоалтайска. Вечером 12 декабря он вышел из дома и не вернулся. С собой у него были только ключи и немного денег. Последнее место, где видели Алексея, здесь, в районе ВРЗ. Кроме него исчез и до сих пор не найден 36-летний бар на улиц Владимир Чебаков. А с начала 2019-го до сих пор ищут жительницу краевой столицы Татьяну Рукавишникову, Владимира Иванова из Шилоболихинского района и Владимира Шевченко из Рубцовска. Сотрудники следственного комитета отмечают, процент ненайденных крайне мал. Взрослые люди чаще всего со временем все же дают о себе знать. Есть же люди, которые употребляют спиртными напитками, для которых уйти из дома это как бы нормально. И не задумив об этом своих близких, если отсутствуют совсем близкие, хотя бы каких-то дальних родственников. Кто-то уезжает на заработки, не задумывает. У кого-то действительно произошел конфликт и решил не продолжать с каким-то отношением. Следователи подчеркивают, участившиеся сообщения об исчезновении людей – не повод думать, что пропадать стали чаще. Ажиотаж создают социальные сети и нередко вместе с ориентировками рассылаются недостоверные сведения. Например, в прошлом году в управление поступило 5 410 заявлений о пропаже жителей края. И лишь каждый третий случай потребовал процессуальных действий. В регионе все еще остаются ненайденными несколько десятков человек. И искать их должны до результата. Ирина Харитон, Николай Шелков, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжаем выпуск. В Барнауле подводят итоги Кубка губернатора края по художественной гимнастике. Около 700 спортсменок в минувшие выходные разыгрывали между собой несколько комплектов медалей. На Алтай приехали сильнейшие представительницы одного из самых красивых видов спорта. География разнообразна от Екатеринбурга до Владивостока, а также Казахстан, Узбекистан и Канада. Аномальные морозы, которые установились на территории Алтая, все же внесли коррективы в график визита гостей. Некоторые отказались от поездки. Не испугалась холодов, пожалуй, главная почетная гостья турнира Алина Ермолова. В свои 17 девушка уже успела стать чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Правда, из-за серьезной травмы пришлось уйти из-за большого спорта и перейти в разряд тренеров. Я довольно долго была в этой сфере, спорт. Сначала не представляла своей жизни без него. Восстановилась после травмы и пришла уже пробовать себя в роли тренера. Мне очень нравится маленьких девочек тренировать, смотреть, как они с каждым днем становятся все лучше и лучше. И достигают потом на соревнованиях высшей ступени пьедестала. По итогам турнира самыми грациозными оказались спортсменки из Омска, Барнаула и Екатеринбурга. Подробности состязаний смотрите в нашем вечернем эфире. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства Гинкаум способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. Гинкаум в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность. Без осадков до 32 градусов мороза ждется в Камниной Аби. В Заринске 30, в Бийске и Славгороде 29 ниже 0. В Барнауле без осадков и до 30 ниже 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok